Как обратиться за помощью в Краевую администрацию? Почему посещение лесов запрещено? Что грозит продавцам, отпускающим табачную продукцию несовершеннолетним? Об этом и многом другом мы расскажем в нашей рубрике «Телетайп новостей». Общественная приемная администрация района продолжает принимать обращения граждан. Если у вас есть вопросы, в решении которых нужна помощь органов власти, вы можете записаться на прием к главе района или его заместителям, а также воспользоваться возможностью с помощью видеосвязи обратиться в Краевую администрацию. Прием граждан в режиме видеосвязи будет проводиться еженедельно по средам с 10 часов утра до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону 4-11-12. На Кубани продолжают действовать два очага природных пожаров. В связи с неблагоприятной лесопожарной обстановкой региональный главк МЧС объявил о введении особого противопожарного режима в 14 районах Кубани, частично особого – еще в 11. Посещение жителями лесных массивов в этот период запрещено. Также запрещено разведение костров, выжигание травы и стерни на полях. Собственникам объектов экономики, домовладельцам необходимо очистить от горючего мусора и сухой травы территории своих объектов, дворов, дач и гаражных кооперативов. В случае нарушений требований противопожарной безопасности, владельцы территории будут привлечены к административной ответственности. Усилены меры по контролю и соблюдению законодательства в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Полицейские обращают внимание, что закурение в общественных местах, в организациях общественного питания, как граждане, так и владельцы общепита будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа от 2 до 50 тысяч рублей. Оптовая или розничная продажа на свая и снюса, то есть жевательного табака, влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 60 тысяч рублей. За продажу табачной продукции несовершеннолетним придется заплатить от 3 до 150 тысяч рублей. На следующую информацию просим обратить внимание жителей Кубриса. На железнодорожном переезде по улице Советской будут проведены срочные работы для ликвидации аварийной ситуации и приведения технического состояния железнодорожного пути в соответствии с нормативными требованиями. Проведение работ запланировано в ночь с 0 часов 22 ноября до 6 часов утра 23 ноября. Для автотранспорта переезд будет закрыт. Временный проезд организуют исключительно для пропуска специального транспорта. И еще одна информация полезная для водителей транспорта. В Славянске-на-Кубани появится еще одна улица с односторонним движением. На участке улицы Стаханово по направлению движения от улицы Юных коммунаров к улице Ленина. В скором времени можно будет проехать только в одну сторону. Изменения связаны с неоднократным обращением жителей в администрацию города. Решение принято комиссией по безопасности дорожного движения.